Россия планирует вмешаться в предстоящие выборы в Грузии, которые пройдут в субботу, чтобы с помощью правящей пророссийской партии «Грузинская мечта» вернуть страну под влияние Кремля, говорит журналист-расследователь Христо Грозев. Российская разведка рассматривает радикальные меры, чтобы не допустить победы оппозиции и обеспечить контроль над Грузией. 12-летнее правление «Грузинской мечты» привело к усилению авторитарных тенденций в стране, что уже вызывает недовольство у значительной части населения. Грозев говорит, что недавно взломанные сообщения между сотрудниками СВР показывают, что к началу 2024 года российские разведчики не верили в возможность честной победы правящей партии. Информацию газете, журналу Bloomberg, в которой очень подробно рассказывалось о том, как западным службам известно, что российским спецслужбам удалось на протяжении последних 5-6 лет не только взломать, но подчинить полностью очень важные стратегические информационные ресурсы и стратегические энергетические ресурсы в Грузии и сделать так, чтобы они могли удаленно контролировать эти ресурсы. И здесь тоже важно, почему эти западные службы слили эту информацию именно Bloomberg. По моему опыту, это делается только тогда, когда любая попытка передать эту информацию, поделиться именно с жертвой, ну, уходит в стену, в стенку, то есть не получается никакого ответа от, в данном случае, правительства Грузии. И ответ правительства Грузии, представителей разных ведомств, газете Bloomberg, они подтверждают это, потому что они практически отошли от этой темы и сказали, нет, мы не видим никаких угроз с российской стороны. Одно из таких ведомств было центральная избирательная комиссия, которая организует выборы в Грузии. То есть там был факт, что она взломана. Эти заявления вызывают серьезные опасения о возможности кровопролития, если население Грузии не примет такие итоги выборов и выйдет на протесты. Выборы в Грузии определятся остав парламента, который должен сформировать правительство. Мы спросили у грузинского политического аналитика, у кого больше шансов стать у руля, и спросили о вероятности занятия этой должности действующим президентом страны. Ведь через 25 дней после парламентских выборов полномочия президента тоже прекращаются. Санумий Зарубишвили может стать только техническим примером. То есть примером, который будет готовить следующие выборы. Других вариантов нет. Если Санумий Зарубишвили попытается остаться потом, или вот эта конфигурация, которая придет сейчас, попытается остаться, то с Евросоюзом будет все нормально. Но на следующих выборах обязательно победит Грузинская мечта. Понятно почему. Просто-напросто называется кидняк. На такой языке. Простой. Так что я думаю, что Санумий Зарубишвили прекрасно понимает свою ответственность по поводу этого. У нее есть кандидатура, и называют кандидатуру технического примера. Я думаю, что, скорее всего, будет технический пример. То есть пример, который не является политической фигурой. Пример, который такой технократ, который просто-напросто будет работать для того, чтобы поддерживать страну в рабочем состоянии до тех пор, пока мы не совершим очередной работу демократикой. Они имеют значение. То есть в данном случае технический пример. Но это я вам скажу, что называлась фамилия, например, профессора Кокая. Вам это ни о чем не скажут, и даже мне это ни о чем не говорит. В том-то, я все делаю, что технический премьер, он на то и технический, что он как политическая фигура фактически не важен. Важна его работа техническая по поддержанию жизнеспособности Грузинского государства в период вот этой трансформации. Субтитры создавал DimaTorzok